Японская компания Mazda отправила на пенсию модель CX-9 и заменила её новым флагманом, который называется примерно так же, но по нынешней маздовской моде цифровой индекс двузначный — CX-90. Размеры пока не оглашены, но длина точно превышает 5 метров. В салоне три ряда сидений, приборная панель, конечно, минимум 10-дюймовая электронная, а 12-дюймовый и проекционный дисплей доступны в качестве опции. В дорогих версиях применяется кожа Nappa, алюминий и шпон. Естественно, в наличии полный набор современных систем безопасности. Коль скоро CX-90 не только флагман, но ещё и модель, нацеленная на рынок США, обделить её мотором было бы неверно, поэтому на выбор предлагают две версии. Во-первых, модификация с новой рядной шестёркой, объёмом 3,3 литра. Этот агрегат уже встречался на кроссоверах поменьше, но тут его форсировали почти до трёх с половиной сотен лошадиных сил. Величина для кроссоверов Mazda рекордная. Крутящий момент тоже приличный — 500 ньютон-метров. Коробка передач восьмиступенчатая с небольшим электромотором и мокрым сцеплением на месте гидротрансформатора. Впрочем, зелёные не дадут забыть об экологии. Поэтому есть и другая версия, где бензинового мотора меньше, а электрической составляющей больше. У неё атмосферная четвёрка объёмом 2,5 литра вместе с электромотором установка развивает 327 лошадиных сил, а крутящий момент такой же, как у более мощной версии. Это подзаряжаемый гибрид, который позволяет ездить на чистой электротяге благодаря батарее ёмкостью почти 18 кВт-часов. Все модификации оснащены системой полного привода i-Activ с муфтой подключения передней оси. Да, именно так. Ведь в отличие от подавляющего большинства кроссоверов в основе здесь классическая, считайте заднеприводная платформа. Технически CX-90 приходится родственницей модели CX-60, представленной в прошлом году. Они базируются на новой платформе с продольным расположением двигателя. На уровне шасси машины не одинаковы, но похожи. Впереди у CX-90 всё та же двухрычажная подвеска. Сзади, естественно, многорычажка. Во всех случаях обычная пружинная. Никаких адаптивных вариантов Mazda не предлагает. Выпускать кроссоверы будут на родине марки в Японии, а продавать исключительно в США. Во всяком случае, поначалу. Предполагается, что другим регионам предназначена модель поменьше — Mazda CX-80, премьера которой ещё только предстоит дождаться.